У Одессы еще есть шанс оказаться под охраной ЮНЕСКО. Южная Пальмира может попасть в список как портовый город и как город, сохранивший свою структуру и внешний облик. Но вместо того, чтобы любоваться историческим центром, мы смотрим на рекламу. Вывески на фасадах не дают получить полное представление об архитектурном убранстве здания. Проблема абсолютно для всего исторического ареала, не только для зоны ЮНЕСКО. И вот эти правила по вывескам, которые мы уже разработали, в принципе, они будут уже, я надеюсь, приняты как графическое приложение к правилам по оформлению вывесков во всем историческом ареале. На примере дома на Александровском проспекте 3 архитекторы показали, как может выглядеть здание, если не нагромождать его ненужными вывесками. Полностью избавиться от рекламы не удастся, но если ее разместить правильно, то привлекательность дома значительно возрастает. Есть решение для этого. То есть это может в пользу, а зачастую отдельно стоящих объемных букв или плоских несут. Или опять-таки те же плоские подложки, но которые сочетаются в том фасаде и гармонируют со зданием. Большая вывеска магазина еще не значит, что от клиентов не будет отбоя. Несмотря на это, в центре города за огромными рекламными щитами не видно самого здания. Мы проходим мимо этих зданий, она настолько большая, мы не можем, у нас визуально, мы не можем охватить, вот поле зрения наше не может охватить всю рекламу. Архитекторы уже разработали правила оформления фасадов. Вопрос с рекламными вывесками решаем. Но для архитектурной привлекательности города надо разобраться с балконами, кондиционерами и нависшими проводами. Немаловажным является, я считаю, внимание самих горожан к проблеме, потому что у нас есть какая-то группа активистов, патриотов города, которые с этим борются. Но, к сожалению, очень многие люди как-то равнодушно относятся к этой проблеме. Но не все в городе так плохо. Если зайти в Одесский пассаж со стороны Преображенской, то справа будет магазин, вывеска и витрина которого не портит архитектурный вид здания. Если город приведут в порядок, тогда одесситам удастся доказать, что его структуры и внешний вид сохранились. Подтвердить это нужно будет фотографиями. Одесские архитекторы рассчитывают, что Одессе все же удастся уберечь исторический центр от нагромождений ненужной рекламы.